что по во первых привет спасибо за встречу спасибо что пригласил посмотреть вот эти наши прекрасные прекраснейшие российские микрофоны союз но рубрика моего youtube канала что мне интересно не интересно брать интервью у русских которые сделали что-то что не делают даже другие страны мы сегодня выставили наши микрофоны можно послушать это чтобы понимали просто по бюджету и вообще по качеству то есть мы всегда играем высшей лиги здесь у нас микрофоны начинаются от 70 тысяч до 220 в штатах это цены от 600 долларов до 4000 соответственно вот и это студийные микрофоны это не динамические которые вот на сцене где вот играют поют это микрофоны которые используют студийные звукозаписи когда нужно высокое качество звука высокая чувствительность когда записывать подкасты какие-то видеоблоги это как раз наша тема и так и сложилось то сейчас вот во время пандемии идет бум на подкасты на домашний контент наш рынок растет и вместе с ним растем мы скажи а вот который золотистый это который именно его использует артемий лебедев да да не только артемий лебедев полцей радио хэд бэк стрит бойс алоэ black в россии тут куча артистов его используют да это наш топовый флагман он сейчас здесь в кабинке можно зайти просто сейчас пойдем поближе покажу вот здесь как раз пользуясь случаем ребята из компании за руб нам дали свою кабинку здесь нас будет немножко лучше слышно да но я думаю что надо просто вот один раз обычно люди когда начинают слушать наш микрофон у них появляется такая улыбка потому что это лучше один раз услышать чем сто раз увидеть это союз 017 тюб ламповый микрофон который ну наш первый микрофон с него все начиналось его мы когда вообще начинали весь бизнес идея была сразу сделать все самое лучше зайти с козырей и мы тогда попросили нашего разработчика володю володя нужно прям вот все что ты делал когда-либо нужно все воплотить в одном микрофоне в одном микрофоне представляете это что-то невероятное володя человек который свое время много лет работал на заводе октава это тульский под другой предатель микрофонов но в то же время он еще очень много занимался ремонтом старой техники и через его руки прошли буквально все старые раритетные винтажные микрофоны а ведь винтажный микрофон это как раз то что больше всего ценится то есть это вот микрофоны которые на ebay могут стоить там 15 20 тысяч долларов их еще не найти то есть люди покупают и хранят вот пылинки сдувают вот как раз через володю прошли все эти модели он знает все вот эти фишки и все это он вложил вот сюда в один вложил по сути свою душу да 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 вложил свою душу после этого мы отдали его на тест в радио хэд это знакомый дэвид это продюсер найджел годрич который записал все альбомы радио хэд и дэвид сказал но если найджел одобрит то можно продолжать все нормально если нет то может быть и не стоит пытаться потому что мы хотим зайти с козырей если мы мы не будем даже пробовать если это будет посредственный продукт и тогда мы отправили очень долго не получали никакой обратной связи и через два месяца пришло письмо там вау ребята блин это вообще одно из самых на один из самых лучших микрофонов которые когда-либо слышал я хочу вас сразу купить 2 вау блин я еще у меня на первая мысль была да да и подарим у человека есть деньги хочет купить давай продадим и все тогда я запаковал два микрофона в чемодан и полетел в лондоне была виза открыта там взял с собой бутылку водки по пути у меня коробочки которых микрофоны ехали они развалились то есть я клеил ночью это отдельная история была вот но в итоге все нормально все на утро я вручил микрофоны все счастливы и до сих пор найджел их использовать для записи радио хэд для записи радио хэд а скажи пожалуйста вот октава октава это ваши коллеги конкуренты или такие наши заклятые друзья мы изначально вообще все с чего все пошло мы с дэвидом я организовывала концерт тули и мы потом после концерта поехали на экскурсию туда я не занимался никакими микрофонами вообще бизнесами занимался я работал наемным менеджером в компании марс который делает батончики шоколадные закупал орехи для всех фабрик марса тогда тоже при туле работа нет я в ступино жил тогда это где как раз место где находится московия то где находится завод марс я закупал орехи до 12 фабрик в 8 разных странах прям было очень круто вот но какой-то зуд то был всегда что-то свое сделать в общем повезли дэвиду на экскурсию на октаву и там в ходе экскурсии выяснилось что их микрофоны сейчас не продаются в америке и было бы прикольно ну мы так подумали был прикольную возможность реализовать вот ну и в течение нескольких месяцев мы долго вели переговоры как бы нам это сделать договорились у нас будет эксклюзив на америку но когда начали глубже копать рынок поняли что их не конкретно микрофоны уже там никому не интересны момент потерян что единственный вариант нормально зайти это зайти с каким-то новым продуктом мы тогда предположили что будет правильно зайти с премиальным продуктом для этого мы уже ну придумали свой дизайн уже начали с ними обсуждать и в момент когда мы должны были подписать уже решающий контракт там всех уволили то есть все руководство сняли то есть но такое бывает крупных госкорпорациях и в общем нам надо было что-то делать то есть пришло новое руководство они они уже не были так заинтересованы с нами работать там у них еще помимо того что делать микрофон там еще много оборонки и для них микрофон это вот ну такая маленькая доля бизнеса много суеты поэтому не интересно и мы тогда ну вышли вот со встречи с новым руководством с ощущением того что единственный шанс это сделать это сделать это самим тогда мы до начали искать деньги на свой завод начали искать инвесторы сделали там красивый нарядный бизнес-план целый год ходили по мукам страдали никто нам не давал денег там что-то на свои деньги делали в итоге нашли там часть денег и ну потихонечку прям вот реально очень плавно то есть это была маленькая комнатка 18 квадратов потом еще одна комнатка один человек потом два человека потом три то есть не было такого что мы в один день проснулись знаменитыми все это результат кропотливой последовательной работы на протяжении нескольких лет слушайте круто а ну смотри можно ли все-таки к тебе приехать на производство чтобы посмотреть как это выглядит это все да да наши двери всегда открыты прямо сейчас мы находимся в процессе постройки нового производственного помещения на тысячу сто квадратов но даже несмотря на то что мы еще не достроили можно приехать вот в то что сейчас есть и все посмотреть у нас абсолютно открытая компания практически никаких секретов нет любой производственный процесс можно посмотреть подснять все расскажем так что приезжайте ну что поехали в тулу сегодня мы берем интервью у руководителей микрофонов союз и у партнеров микрофонов союз прямо здесь в туле так ну что юр мы сейчас идем смотреть нашу столярку это цех который мы запустили в мае это тоже такая одна из идей а давайте возьмем и просто сделаем потому что мы изначально вообще план был такой что мы будем по максимуму аутсорс не вкладываться в оборудование но со временем мы начали понимать что все наши подрядчики косячат влажают и не дотягивает до нашего уровня качества вот поэтому постепенно мы начали все свои операции переводить к себе как бы как говорят in house вот и столярка это был один из шагов когда мы вообще не было никакой у нас экспертизы у себя внутри и мы просто вот так получилось что я нанял как раз парни который сейчас управляет всей нашей стройкой у него был опыт работы столярки тогда мы просто начали искать помещение нашли здесь старое помещение от кафе то есть тут раньше было какое-то кафе вот потом ну в общем там тотальный дестрой был мы его перестроили и сделали прям столярный цех наша столярная мастерская делает футляры для микрофона в принципе вот из такого стылья то есть это дуб да чтобы понимали это дуб вот прям вот за дубом илья берет прицеп едет на своей машине в москву в москву в подольск в общем забирает а почему только дуб он твердый с ним ничего не произойдет дуб это самое ну как из доступных пород дерева это самое твердое самое такое надежное и вот из него сейчас мы делаем как раз коробочки для наших микрофонов вот это прототип чемодана чемоданы мы до сих пор делали на стороне ребята сделали уже первые образцы сами начнем с чего-то доску отмеряю нужного размера распыливаю ее на торцовочной пиле потом подгоняю на циркулярном пиле нужную ширину потом фугую вот на этом фуганке чтобы были углы ровно под 90 градусов вот потом эту фугованную доску 50 градусов распускаем вот на пиле на ленточный вот потом эти заготовки запиливаются в нужный размер по 45 градусов и клеится коробочка вот потом как коробочки приклеивается дно и крышка и потом шпанируется когда все это готово это вот коробка разрезается напополам делается отделяется дно от крышки потом все это прикирается чтобы не было щелей при закрытии вот и потом отдаю ребятам которые сверливают туда магниты и петли и все и после того как они не уже населены сейчас но не купить и петель я буду закруглять крышки вот белки и ровненькую гладенькую чтобы было как мыльница можно сказать когда все же потом вот ручной шлифовальной машинке на самом минимальном земле доводится уже до идеала наносится гравировка и потом маслом все это маслица теперь с другой стороны смотрим нет еще или чуть-чуть лучше тогда добиваем вот этим сняли помещение плода полировку и намотка трансформаторов станок для намотки тероидальных трансформаторов вот мы специально под него покупаем сердечники в египетеринбурге нижнем новгороде там из двух заводов достаточно редкие вещи и здесь уже то есть мы купили станок и пару месяцев просто на настраивались поверьте прежде чем научились нужно этого мы все мотали на стороне тут очень простая математика то есть вы на стороне вначале это загадан заказанному то мы покупали сердечники отдельно отдавали их туда и там нам наматывали а потом просто посчитали и оказалось что станок себя окупает там грубо говоря за три месяца тратишь время деньги потом что-то еще сломалось и ждать это еще и скорость и скорость конечно для новой нужно что-то там придумать соответственно сразу же заряжаем и делаем это за один день и не ждем там айт станок тогда вы где где-то купили этот тайвань у нас таких не делают видно вот пошли как раз витки сначала на наш пуля наматывается а потом все разматывается уже на сам сердечник все это наш инженер рассчитывает до сколько нужно витков и вот паш сидит контролирует чтобы все это шло как запланировано паша не разбирался он просто пришло к нам сказал я хочу у вас работать союзе да я говорю паша я могу тебе только предложить вот мне как раз я думал про намотку нужен был человек он говорит давайте я без денег я буду сидеть сам разбираться сколько ты паш недели две сидел да просто вообще сначала просто читал переводил грубо говоря месяц работал бесплатно сам разбирался учился и потом он уже освоился еще сэндэмэйт байтула да 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 в общем юр здесь это процесс катафорез покрытия детали катафорезным лаком потому что латунь сама по себе она склонна к окислению то есть даже если ты ее там отполировал она через там неделю-две особенно если ты ее потрогал по лапу то она начинает окисляться но есть такая зеленоватая какая-то такая мутная вот и чтобы этого не происходило мы покрываем детали специальным лаком мы очень много времени потратили на то чтобы понять вот чем это нужно делать мы там пробовали самоварный лак и напыление нитрита титаном в общем самыми разными способами в итоге остановились на катафорезном лаке но вот это уже не знаю там это уже пятая реинкарнация вот этой вот установки то есть сейчас хорошо виталик у нас в электрике разбирается он целую систему сделал идем тогда смотреть металлообработку от начала до конца здесь как раз из латуни и алюминия вот начинается все вот прям отсюда то есть это вот прутки алюминия прутки латуни это еще не самое вот некоторые просто не поднимешь то есть вот тренировочка бесплатная а вот может быть она тогда хорошо как бы что микрофоны тяжелые дошли да 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 нет латунь это вообще типа все топовые микрофоны сделаны из латуни это правильно акустически правильный материал он там с точки зрения своей плотности консистенции резонансов и латуни это прямо то что надо в общем вот здесь до заезжают прутки я не знаю может ближе кто не наверное перерабатываем то есть месяц такие же нормальные объемы вот все это режется пилой такой специальный и отправляется на токарную обработку после того как корпуса микрофонов покрасили вот иван зачищает потому что не должно быть краски вот здесь на торцах внутри чтобы был контакт чтобы была проводимость чтобы там заземление было и так далее вот смотри вот эта заготовка в несколько этапов сидела сначала лёша сделал много заготовок а сейчас вот из такой заготовки будет сделано вот прямо сейчас а вот здесь у нас участок порошковой покраски микрофона здесь как раз детали вот получается после токарной обработки они проходят контрольного т.к. и потом приходит сюда нету дальнейших операций то есть здесь как раз вот уже они аккуратно защищаются резьбовые части и потом происходит напыление порошка вот так порошок вылетает и после этого он оседает на деталях и его ставить печку запекаться при температуре там около 150 градусов 140-150 вот он по-моему 40 минут запекаться да 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 и потом получается порошок превращается в глазурь это корпуса для блоков питания микрофонов вот такие винтики мы тоже будем красить все все делаем сами все где сам красим сами а это наш лазер маркировочный вот здесь у нас вот такая здесь как раз каждая деталь который изготавливается вот она проверяется на соответствие чертежа вот валентина ивановна соли сидят вот и проверяет то есть мы видим кто сделал то есть деталь вот кто конкретно когда сделал участки на ванна написано пишет сколько принято сколько там брак отошло потом занесет это все компьютеры мы будем видеть там процент брака изготовления по каждому человек а сколько примерно бывает процент браку насколько один процент 10 менее 1 процент на металлобработка всех сдельная оплата труда поэтому им не интересно как бы порой брак они за брак деньги не получат им только переделывать поэтому поэтому получается очень редко но тем не менее контроль он как бы контроль обязательным да то есть смотри атака реле деталь проверили он допустим потом отсверлили отверстие проверили покрасили проверили и и так далее то есть каждый этап проходит проверку каждый этап поэтому на выходе когда уже на сборку приходят детали муж не смеваем что с ним все хорошо то с ними все будет нормально вот и после этого ну на сборке мы еще там много проверок делаем поэтому за качество то есть за то что попадет к конечному потребителю мы уже не переживаем как правило там все все хорошо здесь как раз ребята сверлит отверстие рука уже набита уже знают где чего просверливать ну что ребят мы предлагаем вам розыгрыш вы слышали о наших новых продуктах о наших планах но нам очень интересно ваше мнение вот не просто пофантазировать а то что вы считаете реально нужно рынку с точки зрения микрофонов звукозаписи по сути это конкурс на лучшую идею продукта поэтому присылайте ваши идеи что нужно этому рынку какой продукт а за лучшие идеи который нам понравится мы подарим вам фирменную кружку кружку и маску знаете не бывает такого что лучше чем у всех просто есть свой звук в этом микрофоне вот и все нравится люди больше никакой фишки нет просто мы по звуку отличаемся от остальных лучше или худшую сторону не знаю не скажу это вещь очень такая индивидуальны и специфичны но людям если нравится значит мы угадали мы хорошо работаем правильно определить со звук сейчас 90 процентов микрофонов опускается с аналогами капсуле она ему на 67 том числе и мы такие же делаем звучат они все по-разному для конструкции практически одноэтаж вот если возьмете там ну за исключением мелких каких-то отличий не с очень существенных вот все остальное практически одинаково китайские капсюля те же но и манаски вами шоу и ман делает китае собственно говоря что мы делаем они очень похожи звучат они все по-разному а здесь уже начинается вот это руки это понимание что как настроить капсюль как его сделать передать это нельзя вот вроде бы все одинаково но там немножко настроили на другую частоту немножко пленка другая немножко руки другие могу сказать что когда собирают несколько сборщиц очень тяжело добиться чтобы вот я когда на октаве работал у меня посидели три сборщицы собирали практически одинаковые микрофоны по одной методике по одной технологии все получались разные долг получалось вот и все мне пришлось много времени потратить за то чтобы заставить что идет добиться что мы не собирали их более-менее одинаково это один из капсюлей которые мы используем плюс к тому есть еще у нас сейчас стоит но в практически переделанный ломо аналог цк-12 он у нас стоит на 23 микрофон он похож по акустике на цк-12 но сделан по-другому немножко на соответственно звук немножко другой но и от ломо мы все равно тоже по звуку отличаемся хотя ломо уже на сегодняшний день как бы не существует она прав как бы ушло в небытие но вот наследство его осталось плюс мы делаем 13 капсюль маленькие мало диафрагменный это как бы свой звук еще отдельный что я хочу на одном шестьдесят седьмом базируемся ну вот есть рядом с вами есть например октава до которые продают более такие простые не такие дорогие микрофона ниже в принципе может быть все то же самое понимаете вопрос не в том что они более простые или менее дорогие на той же октаве я в свое время сделал 111 микрофон дорогой микрофон и по звуку дорогой по всему вот один из таких микрофонов стоит у мантурова в качестве конференции связи я для него делал вопрос не в этом вопрос в том что к сожалению на октаве на сегодняшний день как бы но утеряна это производственная культура производства вот это все утеряно у них поэтому они потеряли и звук определенной степени вот и все а это люди это так сказать отношение к работе понимание того что ты делаешь вот это у них к сожалению к моему великому вот к огорчению это у них пропадает тот же капсюль у них допустим стоит на пяти тысячных на стопятых но там что 111 это тот же 67 в основе лежит ну по-разному настроены по-разному сделаны все эти микрофон проектировал я в свое время вот они пользуются очень хорошим спросом но сейчас это постепенно умирает потому что ну вот культура производства на потерян я уже там 7 лет уже не работаю практически до 6 или 7 лет я ушел и вот это постепенно все у них кабы катится подворку но тогда получается не только разница в культуре но и разница в лидерах которые стоят за этим всем не но это естественно то есть нужно еще чтобы были специалисты которые бы это все делали понимали как это делается не просто вот грубо говоря а вот я сейчас возьму сделать так не получится каждом деле есть свой специалист возьмите любые вещи ну хотя бы медицина допустим вроде бы на все врачи одинаково но есть врачи которые знают и умеют лечить а есть врачи которые просто что-то там по справочнику убийствует согласись что такое что же есть а вы сами можно вас назвать аудиофил вы там любите что-то слушать вот как если говорить про звук чисто вот про звук или нет или я как бы нет тут нужно понимать что я не аудиофил как таковой который вот сидит там что-то выслушивает нет просто за 40 лет своей работы я уже вот как бы я на слух чувствую что пойдет по звуку а что не пойдет причем мои предпочтения не всегда совпадают как с какими-то венами моды допустим там или вот вот принцип который принят на других фермах не всегда совпадают у меня вот свое понимание звук вот я его как бы пытаюсь вносить на октаве вносила здесь нашу и вот вроде бы октаве когда я работала тоже в общем-то прорывалась потому что во времена в 90-е годы мы вырвались на рынок тогда через макеев макеи сыновьями англичане у нас были стрибьюторами мы вырвались мы у вас очень приличную нишу в рынке заняли в общем-то и все это работало и сейчас вот здесь опять я пришел бы собственно говоря просто из ничего за вот 14 года но считайте 7 лет на за 7 лет из фирмы которые вообще не существовал то есть был ноль нас было три человек который национально заниматься мы вышли вот за 7 лет как бы в один из ведущих брендов есть ли у вас вот понимание какое-то что все-таки город влияет на то что вы создаете например калашников в муртии там в туле вы сделали вот такие микрофоны это не москва это не питер вот есть город он не такой большой даже может быть не миллионник но он очень сильно влияет на создание этого вопрос не столько самом городе а в сколько специалистов которые этим работают калашников что это не город это человек который создал это да на базе там этого завода он создал это его идеи его мысли не воплотились и пошли дальше город ему только помог так же и здесь в то ли был завод хороший завод там очень хороший очень очень грамотные специалисты работали к сожалению вот это все уже утеряно но там очень сильные специалисты были вот так сказать удалось там было уже до меня было поколение если сказал то что валерий меч петровский он один из ведущих был в советском союзе разработчик вот я у него учился собственно к нему пришел свою работу потом я как бы вырос оттуда же не просто вот с улицы пришел сейчас все знаю это достаточно длительный срок вот это всему когда учишься причем учишь не по учебникам что учебники это одно но практик показывает что учебники и действительность это разница очень большая теории много но практика очень редко с ним совпадают когда новые микрофоны продаются в разные страны какие-то блогеры селебрити с там артемий лебедев вы знаете что вот кому-то кто-то 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 купил микрофон как-то радуетесь за это или вы как у меня есть у меня есть он директор он занимается у нас внешней таскать связями я занимаюсь внутри я занимаюсь качеством должен понимать что я упущу микрофон у нас есть как бы своя система паш огромное спасибо за интервью спасибо за уделенное время я думаю что было очень интересно посмотреть как на самом деле выглядит реально реально и российское производство только успехов только чтобы ваш продукт покупал на международных рынках как это пусть продолжают спасибо спасибо большое спасибо что приехали наши двери всегда открыты приезжайте ура